Так, я бегу навстречу с Виолеттой, пробегаю в чешский национальный банк, слева, ну а справа Сметана Холл, это известный чешский композитор, еще тут есть дворжек, но обычно в Сметана Холл музыка такая, только для туристов, крутят одни и те же концерты, но если вы не были, рекомендую. Справа бывает балет, кстати, Лебедяное озеро, неплохо, так, биф. Новую петличку, хотим узнать, как у нас звук, как звук, ребята, у меня сегодня с Виолеттой, Виолетту тут сколько лет живешь? 9 лет. 9 лет живет в Праге, в Чехии, мы задаем ей вопросы, как звук, ребята, если звук хороший, поставьте плюс, а я сейчас посмотрю. Приехала я из России, приехала изначально по студенческой визе, я здесь обучалась, на данный момент у меня уже есть статус ВМЖ, постоянное местожительство, то есть этот статус у меня уже два года. До этого у меня была студенческая виза, потом у меня была предпринимательская и, собственно, ЭКЖ. Все ждем гражданства. Всех интересует уровень жизни в Радней Чехии, что скажешь? Ну, наверное, здесь, смотря с чем сравнивать, но я бы, наверное, не жила здесь 9 лет, если бы это ничем не отличалось, хотя бы от России. В принципе, уровень жизни здесь, как и, скажем так, что касается менталитета, он такой европейский, поэтому он близок всем. Все, наверное, к вам стремятся, все сюда хотят попасть. Что касается каких-то финансовых, да, то есть недвижимости, либо там была зарплата и так далее, то есть тоже здесь на уровень выше, даже в сравнении с некоторыми странами, там, на несколько уровень выше. Зарплата средняя, где-то 1000 евро, получается, средняя зарплата, опять же, в зависимости от компании, в зависимости от должности. Не на недвижимость цены, ну, наверное, можно сравнить с ценами на недвижимость посвят, более-менее, на аренду также, наверное, опять зависимости от центра этого города, нет центра города и так далее. Понял. Это вазовская площадь, это память к питомному виду на хане, это обычно такая самая точка сбора всех туристов, назначение места встречи, самая такая опознавающая точка до середины вазовской площади, то есть это самый центр. Понял. Скажи, ты сейчас конкретно чем занимаешься? Я знаю, что у тебя есть работа, хобби, ты помогаешь людям, как-то откроется найти работу, но при этом сама как-то не имеешь отношения, как ты приедешь здесь. Что за работа, что за работа? Да, я сама работаю в третичневском бизнесе, параллельно, да, то есть, как ты сказал, моё, можно сказать, хобби, это я помогаю людям действительно, подсказываю, традиционно, как сюда можно попасть, какие визы они могут открыть для себя, да, то есть, каким образом, как я могу. Какая последовательность может быть, а также в адаптации здесь фраги и помощь каким-то другим 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 вопросам. Понял. Вот по твоей основной работе какая занятость и сборка? У меня график работы, то есть, стандартный, да, это 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, там, с 9 до 6, ну, все, и рабочий день. Что касается зарплаты, да, то есть, ну, здесь, ну, зависимость, одна, скажем так, зарплата, которая выплачена, тогда это премиальная составляет по этому. Ну, в среднем, что же в месяц получается? Где-то в среднем, ну, полтора тысячи лет. Понял. На аренду жилья сколько у вас? Где у вас уже 100 тысяч? У нас, да, у нас квартира в апотеке, если у вас, поэтому, ну, скажем так, в разе квартиру в апотеке на самом деле выгоднее, потому что, получается, в месяц у вас у вас расходов меньше, чем если вы снимали, поэтому, скажем так, мы плачем чуть меньше, чем остальные аренды. А может, может, поделиться с периодом, сколько вы покупаете в апотеке? Я знаю, что вы покупали квартиру еще до подорожания. Да, то есть, нам повезло, мы до подорожания, до получения оценки купили квартиру, сейчас у нас выходит вместе с коммунальными подружами, где-то, где-то среднем 12 тысяч крон. Сейчас найм квартиры стоит, однокомнатные квартиры, где-то 18 тысяч крон, это минимум вместе с коммунальными услугами. 18 тысяч крон, это в районе 970-980 долларов, да? Да, 10 долларов, да. Какой процент ипотеки, спрашиваю? А? Процент ипотеки. Максимальный процент ипотеки 3 и 3,5. То есть, это для тех, скажем так, не для людей, у которых нет статуса ПМЖ. То есть, это самое максимальное 3,5-3,8, это подоложник. То есть, зависимость, опять же, или вы находитесь в издействительном фантазии жительстве, или вы просто решили приобрести из недвижимости, но оно не превышает 3-8%. Для сравнения, в России где-то, скажи мне, 8, да? Это минимум. 7-8. Это только для пенсионеров и военных 7-8, а так обычно больше. Ну, 8,5, средняя Россия. А, Веря, мы с тобой, кстати, делали, помнишь, ролик по поводу бесплатных курсов чешского языка? Да, именно. Там все осталось вообще, там все работает? Да, это, скажем так, можно называть гуманитарной помощью для иммигрантов, да? То есть, действительно, там предоставляется вся информация, вся консультация бесплатно. Изык также бесплатный, как было сказано в будущем ролике, единственное, что мотивационный снос есть, или шифрон, естественно, возвращает лист, и все отходили, как-либо не меньше 70%. Это, собственно, такая помощь иммигрантов, поэтому там это некоммерческая иммиграция, и там, и не, и не важно, и не важно. Понял, Веря, смотри, такой вопрос. Мы сейчас запустили проект, вчера общались с тобой по этому поводу, когда люди приезжают в Польшу на работу по контракту в польскую организацию, и дальше польская организация вступает в взаимоотношения с юридическими лицами Чехии, и люди едут в составе бригады работать. Вот вопрос, некоторые говорят, да ладно, это все ерунда, я сейчас получу польскую визу, приеду в Чехию, начну работать, и я буду работать. Скажи, что-нибудь по этому поводу, можно ли здесь в Праге работать, в Чехии работать по польской визе, напрямую с работодателем, если ты пришел, сказал, я хочу работать, у меня нет чешской рабочей визы, но есть польская. К сожалению, это невозможно, потому что по компании закон в честь в републике уже сточился, с польскими визами не принимают. То есть в случае, когда ты говоришь, что если компания польская сюда приводит своих работников, это один разговор, да, то есть компания договаривается с компанией. А если, допустим, желающих, да, есть, получить свою польскую визу, приехать сюда, и здесь самим как-то реабилитироваться на эти работы, к сожалению, нет. Здесь во многих заявлениях напрямую работодатели пишут, потому что с польскими визами мы не принимаем. Поэтому если чешская виза есть, то, пожалуйста, то, пожалуй, на работу нет. Объясните более подробно, потому что у нас люди не совсем разобираются, что значит компания компания, и на них это одинаково все вообще, то есть нужно объяснить. Предположим, да, если люди получают польскую визу, рабочую визу, они устраивают какую-то компанию. Эта компания, скажем так, предоставляет свои услуги, в связи своей компании предоставляет другую, предположим, компанию, которая занимается при строительстве, да, они строят какой-то объект, и им нужны рабочие, да, которые может предложить польская компания. Соответственно, чешская компания донимает, и там, по сути, не важно, да, у работников, у рабочих, предположим, да, строители, или это польская виза, либо чешская виза, никак это на работников не влияет. Но если, допустим, работник сам с польской визой приезжает в Прагу, говорит о том, что там ищет себе работодателя, чтобы устроиться самостоятельно, допустим, тем же самым строителем, да, тоже, то, к сожалению, ну, чешская организация отказывается. Понятно. Ты здесь живешь уже очень долго. Как часто тебе встречались люди с подобными случаями с польскими этими визами в поисках работы? У меня такие люди достаточно часто встречались, даже, скажем так, некоторые мои знакомые, те, которые, предположим, у них не получилось получить чешскую визу, либо они, например, пришли, например, уехать, да, в Альбово, или же получить польскую визу, приезжали потом сюда, они сталкивались с рядом очень большим проблем, и, конечно, им потом в любом случае пришлось менять на чешскую визу, потому что они хотели остаться именно в Чехии. Поэтому, либо такие люди есть, у которых есть свой бизнес, да, они их тут уже открывают, потом переоформляются и так далее, в этом тоже нет проблем, но в рабочем области, да. Я знаю, что вы взаимодействуете с рекрутерами компании, которые помогают в трудоустройстве. Что это за вакансии, если говорить о прямом контракте с работодателем? Какие вакансии в основном бывают для приезжих, которые имеют честную рабочую визу исключительно? Опять же, это зависит, если у человека есть ли образование, либо нет, если это образование европейского формата или нет. То есть, опять же, про европейское я могу сказать, что европейское образование, либо перевод, допустим, другого своего диплома местного, своей страны, да, то есть, здесь уже речь идет о других вакансиях, здесь уже совсем другая история, да, то есть, как правило, люди сами рассылают свои вюлимы, и у них не возникает проблем найти себе работу, если у них есть диплом. Что касается, допустим, без диплома, либо диплом не военного местного, не американского стандарта, в таком случае здесь возтребка на такие вакансии, как, например, там официанты, либо рецепшионисты в отелях, тоже какие-то... Продолжение следует...